Приветствую вас! Мне бы хотелось начать, пожалуйста, с того, что вопрос, который вы задаете, является в большей степени таким гадательным. То есть вы хотите, чтобы мы объяснили вам, почему молодой человек повел себя именно так, а не раньше, чем обусловлено его поведение, ну и так далее, так далее, так далее. К сожалению, этого человека мы не знаем. И нельзя говорить о том, что наверняка, вот нам неизвестно. Можно сказать, что это про вас, исходя из того, что вы написали. Но говорить про третье лицо, это всегда из-за обувствия предположений и гаданий. И поэтому, да, я понимаю ваше желание найти ответ. Я понимаю ваше желание, как бы, разобраться в этой ситуации. И я, безусловно, дам вам свое видение того, почему так произошло. Но после, и здесь, как бы, мой ответ, он будет разделен на несколько частей. После я дам характеристику именно вашему отношению и тому, что для вас, значит, собственно говоря, сам ответ и, может быть, может, удачно разрешение этой проблеме проблемы. Значит, на что я хотел бы обратить ваше внимание при анализе того, что с вами произошло. Во-первых, мне бы хотелось обратить ваше внимание на напористость мужчин, на игнорирование им того, как вы с ним обращались. То есть, вы ему отказывали в грубой форме, да, вы ему его отталкивали несколько раз. Все это было достаточно, как я понял, жестко и грубо. То есть, вы давали ему понять откровенно, что он вам, например, вообще не нужен, что он вас не интересует, что он вам не интересен, и, собственно, вы таким образом его от себя отталкивали, пытались отдалить. По какой-то причине, одному мужчине, ведомому, он эти попытки не оставил. То есть, несмотря на то, что вы его отталкивали, несмотря на то, что вы его от себя отдаляли, он все равно старался вас добиться. Возникает вопрос, почему же и откуда возникло такое вот поведение мужчины? Да, то есть, что заставило его так себя вести? Ведь это же нужно еще не воспринимать то, что вы говорите на свой счет. Это же нужно еще не обижаться. И тогда, несложно, я надеюсь, догадаться, что мужчина, скорее всего, преследовал какие-то свои цели. Так обычно бывает. Если человека уважаешь, то всегда его желание ставишь превыше всего. Если человека любишь и видишь, что откровенно не устраиваешь его, не нравишься ему и так далее, то всегда уважаешь мнение этого самого человека. Не давишь на него, не навязываешься и так далее. Но ваш мужчина почему-то этого не делал. То есть, он продолжал, условно говоря, раз за разом, вас добиваться и старался, чтобы вы ответили ему, условно говоря, взаимностью. И эта напористость позволяет сделать несложный вывод о том, что вы, мужчине, были нужны для чего-то. Для какой-то вот своей, как бы, выгоды. Для каких-то своих целей, для чего-то своего. Он этого пытался добиться. Когда вы, наконец, сошлись, когда вы, наконец, стали вместе, мужчина начал пропадать. То есть, получается, что, несмотря на сильные чувства к вам, он мог позволить себе, уже когда у вас были серьезные отношения, позволить себе побыть без вас. И это говорит о том, что ваша ценность для него начала спадать. И как только ваша ценность для него начала спадать, он тут же начал действовать как-то в своих личных интересах. Уже других, направленных не на вас, а на, вот, скажем, что-то свое личное. И, заметьте, он женился на другой девушке скоропостижных, как вы сказали. После вашего отката. То есть, вы его, условно говоря, унизили, и он пытался реабилитироваться в своих глазах через женитьбу на другой женщине. Он это сделал, но после начал сердце разводиться, прожив с ней пару месяцев. То есть, понимаете, мужчина движется к своим интересам. Он не движется к интересам вашим, он не движется к интересам той другой женщины. Его волнует только свой интерес. И именно им он руководствуется, когда строит, условно говоря, строит свое поведение. Именно своими интересами он руководствуется, когда совершает определенные поступки. И, простите говоря, то, что он сделал потом, то есть, пропал, после того, как вы, условно говоря, ну, как бы вот уже сблизились и уже ждали от него каких-то, ну, активных действий, да, то есть, более активных действий. Когда он запал, это тоже было в его интересах. Понимаете, вам какая-то ситуация не ясна. Ее неясность, в принципе, понятна. Да, то есть, ситуация не ясна. Как ее трактовать, непонятно. И, в общем-то, как вести себя, тоже непонятно. Но вы постарайтесь подумать, вы постарайтесь всегда задать себе вопрос. А кому выгодно то, что происходит? Кому выгодно то, что сейчас есть? И вы удивитесь, насколько все вам станет ясно. Думаете, мужчина не знает, что вы переживаете? Думаете, мужчина не догадывается, что вы место себе, например, не находите из-за того, что он вот так пропал? Конечно, он все это знает. Но его это не волнует. За неделю можно было найти способ дать о себе знать. Но он ничего этого не делал, значит, вы его не волнуете. Его не волнует ваше душевное состояние. Его не волнует то, как вы себя чувствуете, как вы переживаете, что вы делаете и так далее. Это его не волнует. Это означает, что он действует только в своих интересах. А это означает, что его чувства к вам, может быть, и являются искренними с его стороны. То есть, с стороны того, как он их воспринимает. Но для вас, к сожалению, они сриваты. И для вас они несут вред. Потому что на мужчину при таком поведении определенно положиться нельзя. Итак, мной был высказан такой постулат, который объяснил то, что с вами произошло. Мной была высказана, условно говоря, такая гипотеза, которая, на мой взгляд, является наиболее реальной в вашем случае. И объясняет вообще все. То есть, все поведение мужчины, оно объясняет. Объясняет оно и то, что он пропадал. То есть, это было в его личных интересах. Тем более, что, ладно, пропасть он мог один раз. Не учесть там каких-то моментов. Но он это делал регулярно. Значит, регулярно, систематически он не думал о вас. И это все, как бы, очень хорошо объясняет то, что я сказал. Теперь давайте попробуем перейти ко второй части. Если она вам интересна, послушайте. Если нет, то можете выключить прослушивание уже сейчас. Потому что дальше пойдет речь не о вашем вопросе, а о том, что вы сами для себя вкладываете, создаете подобные ситуации. Значит, смотрите. Вы хотите... Чего сейчас? На данный момент. Вы хотите получить от мужчины обратную связь. Зачем она вам, эта обратная связь? Что она вам даст? Вы что-то для себя лично поймете? Вы что-то для себя лично проясните? Или что? Для чего вам обратная связь? То есть, по сути, слова человека, если его поступки наглядно показывают то, как он к вам относится. Получается, что вы отдаете предпочтение или надеетесь на то, что в словах мужчина объяснит свое поведение. И все наладится. Но понимаете, в чем дело? После такого отношения к вам, после такой поведенческой модели к вам, вряд ли можно говорить о доверительном отношении к нему. Вряд ли можно говорить о самой возможности доверительного отношения к мужчине после подобного поведения. Это совершенно невозможно. И возникает тогда вопрос. Вопрос к вам. Почему вы не воспринимаете поступки мужчины, а именно поступки характеризуют человека, не слова, которые могут быть любыми, а именно поступки, не воспринимаете как ясный посыл того, как относится к вам мужчина. А именно, в данном случае поступки вашего мужчины таковы, что он пожелал оставить вас вне ответственности, в подвешенном по сути состоянии, допустил, что вы будете мучиться, что вы будете переживать, и его это совершенно, судя по всему, не волнует. Разве подобное не является доказательством его неуважения к вам? И разве подобное не показывает, что он вам не дорожит? На мой взгляд, совершенно очевидно. Это означает, что вы уже не можете принять его назад после того, что он сделал в любом случае. Только при наличии серьезного, длительного и искреннего раскаяния, которого, скорее всего, вы не увидите. Возможно, он заявит в себя спустя какое-то время. Возможно, он вновь придет к вам, возможно, он вновь будет стараться вас добиваться, но все это будет опять-таки нестабильно. Все это будет опять определяться интересными мужчинами. И уникает вопрос, для чего вы сейчас допускаете возможность с ним вновь сойти? Ведь вы переживаете, вы прокручиваете в голове ваш последний вечер. Почему? Потому что вы что-то для себя потеряли. Возникает вопрос, что вы для себя потеряли, а какие потребности вы перестали удовлетворять с уходом молодого человека, и что вы теперь имеете? Полагаю, что ответ на этот вопрос кроется в вашем абзаце, где вы пишете, что у вас что-то перевернулось. Все, что раздражало в прошлый раз, пишете вы, а теперь безумно мне понравилось. И вот эта раздражительная перемена чем-то обусловлена. Ну, не может быть так, чтобы то, что объективно в человеке вам не нравится, вам начало нравиться, не может объективно измениться предпочтение женщины по отношению к мужчине. Значит, что-то заставило вас поменять свои взгляды, изменить свое восприятие. Что заставило вас, что повлияло на вас, нужно разобраться, и тогда, когда это будет разобрано, вы увидите, что сподвигло вас на то, чтобы быть с этим мужчиной. Возможно, тогда вы сможете свои потребности удовлетворять правильно. Возможно, тогда вы сможете адекватно оценивать того, что вы хотите, в чем вы нуждаетесь, и отделить простое желание делать человека счастливым от желания что-то получить для себя через мужчину. Вот ваш молодой человек как раз таки действовал вторым способом, вторым путем. Он через вас старался, он через вас пытался что-то получить для себя. И справедливость ради надо сказать, что он это делал не только через вас, он это делал и через другую женщину, и сам он в этом вам признавался. И это неправильно, как вы можете видеть, исходя из того, что с вами сейчас произошло. Если вы сможете понять, чего вы хотите, то проблема для вас, как таковая, исчезнет. И последнее, что мне хочется вам сказать. Это то, что тем, что вы переживаете за мужчину сейчас, ну, не за мужчину, а за то, что вот какие у вас отношения, да, как получилось, вы тем самым унижаетесь перед ним. Вы тем самым даете понять ему, что он прав, и он своей цели добился. То есть он воспользовался вами в своих интересах, и потом бросил вас на произвол судьбы. Вы относитесь к себе в большей степени с любовью. Вы поймите, что вы себя меньше уважаете, когда тратите свое время, силы, энергию, нервы на него. Он не с вами, значит, он с вами быть не хочет. Все. Для женщины, уверенной в себе, для женщины, которая знает, кто она, и куда стремится, куда идет, и чего достойно, большего не нужно. А мужчина, который, опять-таки, женщину уважает, и которая уважает себя, знает, что ее нельзя оставлять долго в одиночестве, и, рано или поздно, появится кто-то, кто ее одиночество скрасит. Но мужчина, вашего это не волнует. Либо он считает, что вы привязаны к нему, либо он просто-напросто верит в себя, в свои силы, верит, что отобьет вас у любого, либо вы просто его не волнуете. Но в любом случае все три варианта, они неприемлемы для вас. И вы спросите себя, неужели вы достойны того, чтобы переживать по мужчине, которому на вас, по сути, все равно. Неужели вы настолько себя не любите, и неужели вы настолько себя не уважаете. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас появились вопросы, пишите в личку, помогу вам. Если мой ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!